На территории недостроенного ЖК «Адмирал» с утра прошли следственные действия. Впервые с момента заморозки строительства там побывали правоохранители, а также вкладчики и общественники. Суд разрешил принудительный осмотр территории, но впускать людей отказался охранник. 19 августа 2016 года судьей Аведеопольского районного суда по уголовному производству вынесена ухвала, которая говорит, дозволите следователю Аведеопольского отдела полиции Чабуну Александру Васильевичу проведение продуссового огляда земельной делянки. Я никого не буду высыпать. Не будете? Нет. Вы хотите, проходите. Пожалуйста. Ну если не дай Бог, что-нибудь на территории случится, все ваши средства будут... Заходите. При этом общественники у охранника нашли пневматический пистолет, документы на которые он так и не предъявил. У вас на него разрешение есть? Это не мой. Очей? Это есть для этого хозяина. Есть хозяин, да, наружие? Да. Он приедет и... Написано «Кольт Дефендер». Я не дам. Оружие отдайте сюда. А сегодня не оружие, можете ломать его свободно. Я не дам. Вот он. Декай. Давай, декай. Не ругаемся. Не ругаемся. Не ругаемся. Все, декай. Я не дам. Кого вы не дадите? Пока не дадите мне разрешение. Какое вам разрешение? Вот это. Недострой находится в селе Мизикевича во Ведёпольском районе на улице Гранитной. В этом году с начала строительства жилого комплекса исполнилось 11 лет. И это при том, что объекты должны были сдать в 2009-м. Этого не произошло, так как застройщик объявил себя банкротом. Представитель компании застройщика, который прибыл на место, от комментариев отказался. Почему без комментариев? Вам что скрывать нет? Без комментариев. Это хозяйственная деятельность предприятия. Ну, просто один комментарий. Когда будет достроено это здание? Вы же обещали людям. Мы достроены в рамках плана санации. Комментарий больше нет. Обещанное жильё ждут более 200 семей. На данном объекте продано 213 квартир. И обещают нам уже все 11 лет достроить. А сейчас в данный момент тоже обещают? Да, должна была назначаться стройка 10 августа. Руководитель гранита каждый раз говорит, что есть инвестор. Инвестора нет. А так как он в процедуре банкротства, в процедуре санации, он якобы ищет инвестора. У нас было за последние полтора года несколько инвесторов. Это Адыком и Одессастрой. Но доброй воли Виктора Григорьевича Бурина нету на строительство данного объекта.